Ну, здравствуйте, что ли. Это мистер Фрей, чёрное зеркало. Честно вам признаться, я опять в каких-то расстроенных чувствах по поводу многих вещей, поэтому давайте срочно повышать мне настроение. Это мне, да. Не, ну, ну да, ну вот так. Без десяти два. Неверное время. Они, наверное, вообще не работают. Сволочи. Не, я не имею в виду, что давайте срочно мне все писать. Не, я не это имел в виду. Я имел в виду в процессе записи. Так что в каком-то смысле я это сделаю сам. Да, вот так вот. Поломаны. Поломаны. Давайте поломаем их ещё больше, что ли. Вот тут у нас есть здание. Старый рыбный магазин. Я помню, когда умер старый мистер Фентон, не нашлось никого, кто бы позаботился о рыбном магазине. Не знаю, что там сейчас. Меня это не интересует. То есть там, наверное, даже не рыбный магазин. Я просто хотел предложить тому рыбаку позаботиться о рыбном магазине. Ну, ладно. Здесь жил Дейвсон, друг и адвокат Уильяма. Он переехал отсюда задолго до смерти Кэтрин. Он всегда говорил, что ему нечего здесь делать в качестве адвоката. Поселился со своей семьёй в Баркли. С тех пор я о нём ничего не слышал. То есть получается, что он больше не адвокат этого, как его, Уильяма. Понятия не имею о том, кто теперь живёт в доме Дейвсона. Всё странная привычка у него подходить и отходить. Мне незачем заходить. Ну, наконец-то. Просто мне нужно было, чтобы он всё это проговорил. Так что... Вход был, теперь выход. Частный дом. И? Никто не отвечает. А-а-а. Дверь заперта. Хорошо. Да, блин, ещё что-то могу. Может быть, никого нет дома? Действительно. Хотя теперь, после того, как ты всё это сказал, я тебе думаю, что кто-то дома есть. Ну, ладно. Дверь заперта. Эй, что такое? Записка? Записка, которая гласит. Я скоро вернусь. Мюррей. Ну, кто знает. Может, она лежит здесь уже целую неделю. Да, действительно. Причём, или мне кажется, или он открывает дверь... Ломбард закрыт. Ломбард закрыт. Тогда открой его. Нет, не могу. А-а-а. Ломбард закрыт. Просто когда он сто раз одно и то же повторяет, я думал, что я могу нажать на правую кнопку, но... Видимо, это не так. Чёрт, ну я уже здесь со всеми поговорил. Разве что мне что-то... Это Вик? Вы что, серьёзно, что ли? Какое интересное имя. Я могу поговорить про ломбард. Вик, ты сегодня не видел Мюррея? Его ломбард закрыт. Почему меня должен волновать его ломбард? А что случилось? Этот старик не любит, когда я околачиваюсь возле его ломбарда. Или скорее около этих стеклянных витрин. Понятия не имею, в чём проблема. Я догадываюсь. А-а-а. Хотя я видел, как утром он уходил. Не знаешь, когда он вернётся? Судя по тому, как он нарядился, он собирался в город. Так что, скорее всего, его не будет до завтра. Интересный ответ. Да, и этот гребаный сорванец... Что это было? Что здесь происходит? Мяч? Вик, я знаю, что это сделал ты. И что ты меня слышишь. Подожди, я тебя поймаю. Я тебя изобью до полусмерти. Проклятие. Теперь придётся убирать этот бардак. Я думаю, Вик здесь не скоро появится. Чистая правда. Я только хотел сказать, что Вик — это абсолютное уничтожение для окон, как он. Подтвердил мою теорию, скажем так. Но здесь нет никакого бардака. Ну, как всегда, я могу спросить про ломбард. Я был возле ломбарда. Он когда-нибудь бывает открыт? Конечно, старик Мюррей никогда не закрывает свой ломбард просто так. Ему, наверное, нужно было уйти. Без сомнения, по каким-то своим делам. Вы не очень хорошо о нём говорите. Немногие о нём хорошо говорят. Все знают, что он старый мошенник. Единственное, что его волнует, — как бы побольше заработать в своём проклятом ломбарде. А чего вы ожидали от старого скряги? Ну, нормально. Нормально вполне. Том, ты любитель всё мне сказать. А я любитель подширить над тобой. Здравствуйте, сэр. Не присядете? Нет, я не могу. Может, в другой раз. Ладно, я привык петь в одиночестве. Тогда увидимся позже. Увидимся. Ну, чёрт, какой ужасный разговор. То есть, я имею в виду, что сказал бы, мне не о чем с ним говорить. Я был бы доволен. А ты нифига не так сказал. Так, меня интересует, появилось ли здесь хоть что-нибудь. Скорее всего, нет. Что интересно, теперь собакой... Собакы! Собакы лаюты! И в игре, и у меня. Да, это полный гривен. Он что, он... А, нет, нет. Я хотел сказать, дойдёт ли он прямо до конца. Причём, вы видите, я так говорю. А, нет. Ну, я знаю, что уже перелеснётся. Но это затемнение, которое доступно только мне. И больше никому на этом грёбанном свете. Рыбак, ты Мюрую рыбку свою ещё не заложил? Извините, можно с вами поговорить? Эй, кто-нибудь? Конечно, молодой человек. Ну, наконец-то. Как дела? Остановились поговорить? Я хочу задать вам вопрос. Мне нужно кое-что в ломбарде на другом берегу. Но он закрыт. Да, может быть. Вы не знаете, когда Мюррей откроет свой ломбард? Нет, не знаю. Меня не интересует, что он делает. Я должен идти. М, чёрт. Я должен идти. Это завсегдатая фраза для всего, что движется. Я бы даже так сказал. Ну, давайте покинем, что ли, лозовую заводь. Заводёвую лозу, да. Все часы кругом показывают неправильное время. Но какие часы показывают правильное время? Вот мой основной вопрос. Теперь я могу, кстати, идти в приход. Интересно. Больше никуда не могу пока что. Но меня интересует сходить в двор в чёрное зеркало и ничего не увидеть. Потому что здесь сюда никто не пришёл. Чёрт возьми. Давайте, да, пойдём в приход раз так. Приход Вормхилла. И чё? Через плечо? Кажется, я слышу лопату. Это, скорее всего, означает, что кто-то здесь кого-то закапывает. Причём, скорее всего, именно кого-то. Ну, возможно, мне всего лишь нужно сходить на кладбище, а не направо. Куда я пошёл, я, честно говоря, сам не знаю. Ай, жалко, он не умеет бегать. Этот Сэм. Вот, да, Могильщик, действительно, как я и предполагал. Потому что, ну, раз на этом экране слышно лопату, то, значит, здесь кто-то должен её орудовать, не правда ли? Что же, Могильщик, поговори со мной. Добрый день. А вы не могли бы уделить мне несколько минут? Я никогда никуда не тороплюсь, в отличие от всех остальных. Я бы хотел узнать кое-что об этой церкви и кладбище. И я думаю, вы тот, кто мне нужен. Возможно. Я помогаю отцу Фредерику уже много лет, знаю имена на всех могилах. Что вы хотите знать? По-моему, с одной стороны, не самый подходящий голос для могильщика, но с другой стороны, это потрясающий голос в принципе. Странно. Я могу поговорить про приход и могу поговорить про церковь отдельно. Это странно. Давайте я спрашиваю всё подряд. Скажите мне, сколько лет этому приходу? Никто точно не знает, но это кладбище и церковь намного старше, чем что-либо в округе. Когда-то очень давно здесь хоронили еретиков. Говорят, что под кладбищем есть система коридоров, по которым бродят души невинных и ищут выход. Знаете, я многое видел за эти годы, но... Что? Это было довольно давно, несколько лет назад. Я услышал вдалеке что-то похожее на голос ребёнка. Он жаловался и пел. Поначалу я подумал, что мне это почудилось, но потом я не смог сдержать своё любопытство и вышел на улицу, чтобы посмотреть. Я пошёл на голос, но чем ближе я подходил, тем тише становился голос. Может, это просто недалеко играл ребёнок? В два часа ночи? Я так не думаю. К тому же, посмотрите, здесь очень много могил. Ну, а теперь это в прошлом. Я не знаю, что это было и не хочу знать. Даже не знаю, зачем я вам это рассказываю. Вы слышали этот голос или что-нибудь подобное ещё раз? Я уже рассказал вам достаточно. Никому не говорите об этом. Я не хочу выглядеть старым дураком. Да-да, это достаточно неплохо. Мне интересно, я могу нажать правой кнопкой мышки? Вы сказали, что знаете отца Фредерика много лет. Что вы можете мне сказать о нём? Отец Фредерик – лучший человек, которого я знаю. Он взял меня к себе, когда я осиротел и вырастил как сына. За это я буду благодарен ему всю жизнь и буду помогать, пока я в состоянии. Но если вы хотите поговорить с ним, вам придётся подождать, пока он не вернётся из соседнего поместья. Хорошо, спасибо. Погодите, погодите. Из соседнего пом... Я не очень понимаю, что такое поместье и не понимаю, часть ли это чёрного зёркала или нет. Может, он пошёл к нам, или, может, он, наоборот, пошёл к ним, или, чёрт его знает. Ну, давайте про могильщика. Скажите мне, как вас зовут? Меня? Никто не называет меня иначе, как могильщик. Могильщик отца Фредерика. И мне всё равно, что вы думаете об этом. По крайней мере, это правда. А вы Гордон, да? Да, Сэм Гордон. Так вы внук старого мистера Вильяма? Да. Я видел вас на похоронах. Наверняка. Вы знали Уильяма? Нет, лично не знал. Хотя я его видел время от времени. Он приходил в церковь. Как часто? Не очень часто. Но когда он приходил, то всегда спешил. Как будто знал, что у него осталось мало времени. Он когда-нибудь разговаривал с вами? Нет, я же говорил вам. Я его не знал. Но он разговаривал с отцом Фредериком, да? Вам придётся самому это спросить. Спрошу. Спасибо. Да, получается, что Вильям это мой или его дедушка. Дедушка. Ну, если есть дедушка, то значит, есть и кто-то ещё. Ну, и чушь я несу. Ладно, проехали. Ну, давайте ещё больше про Уильяма. Я слышал, что вы иногда видели Уильяма, приходящего ночью в дом священника. Это правда? Кто вам это сказал? Это не важно. Так это правда? Я не хочу говорить об этом. Я не ищу проблем. Что бы вы ни сказали, мне это останется между нами. Не то, чтобы я начал вам доверять, но так как вы гордон, я скажу вам то, что видел. Все, кто знал старого сэра Вильяма, считали, что он немного сумасшедший. Не обижайтесь. И позже, когда он перестал общаться с людьми, поплыли слухи. Я вам это говорю, чтобы вы не подумали, что я придумал то, что скажу вам дальше. Продолжайте. Первый раз я увидел его тут примерно полгода назад. Я был в своём домике и уже собирался ложиться спать. Я увидел свет. Кто-то шёл к церкви. За двадцать лет, что я тут работаю, никто никогда не приходил так поздно. Поэтому я вышел, чтобы посмотреть, что происходит. Я увидел фигуру в тёмной одежде, идущую между могилами. Незнакомец что-то искал. Его голова была опущена вниз, к земле. Это был Вильям. В тот момент я понятия не имел, кто это. В темноте я не видел его лица. Он провёл там около двадцати минут, шагая по кругу и что-то приговаривая. Что он говорил? Я наблюдал за ним издалека. Ничего не было слышно. И что произошло потом? Дверь церкви открылась, и он сразу же пошёл к ней. Я осторожно пошёл за ним. В двери стоял отец Фредерик. Было такое впечатление, что он ждал его. Когда я понял, что это сэр Вильям, я подошёл поближе и узнал его голос. Он и отец Фредерик долго говорили. Сэр Вильям почти всё время энергично размахивал руками. Потом они наконец-то зашли внутрь. Это всё, что я видел. Вы знаете что-нибудь ещё? Я никогда не сую свой нос в чужие дела. Спасибо, что рассказали мне это. Я рассказал это вам только потому, что вы внук Сэра Вильяма. Теперь оставьте меня в покое. Мне нужно закончить работу. Почему Вильям встречался с отцом Фредериком посреди ночи? Да, действительно. Ну, по крайней мере, теперь мне придётся выбивать правду, я так думаю, из отца Фредерика, который вряд ли захочет рассказывать мне всё. И я только сейчас обратил внимание. Оказывается, птицы, возможно, вороны летают над церковью. Это интересно. И я не обращал внимания, но видел, что точно такие же птицы, вороны или типа того, кружили над башней, в которой жил, в каком-то смысле, да, жил, пребывал Вильям. Но, возможно, могильщик не может что-то рассказать о церкви, и это было бы интересно узнать. Могу я зайти в церковь? Вы должны подождать, пока вернётся отец Фредерик. До тех пор церковь будет закрыта. Ну, вы её можете открыть, не так ли? Это не имеет значения. Она останется закрытой. Так приказал отец Фредерик. Да, ну, вполне нормально, да, приказал, да, если бы он даже не приказывал. Хотя, возможно, это, как это называется, аргумент такой. Ну, мы, я думаю, всё равно постараемся... Церковь закрыта. Церковь закрыта. Церковь закрыта. И правой кнопкой мышки я ничего не могу сделать. Отстой. Почему я могу всё ещё нажимать на... Киркой его? Ну, возможно, там какая-то ужасная земля, но всё равно. Главный вход. Ну, тоже церковь закрыта, не правда ли? Главный вход закрыт и открывается только по воскресеньям. Мне придётся воспользоваться боковым входом. Ничего особенно интересного. Эти ж шевелятся листья или нет, понять не могу. По-моему, нет, да? По-моему, нет, да? Ёшкин крот. Ещё одно старое дерево. Сколько можно? Эти могилы полностью заросли. С одним большим старым деревом, да. Полностью заросли. Почему-то это кладбище напоминает мне медивель, так сказать. Хотя я почти что не играл в него. Я играл в него, наверное, не знаю, минут 30 за всю свою жизнь. О, над гроби я могу посмотреть. Это не так уж и плохо. Ну, ужас, Эм, что-то так... Вырезанные на камне имена невозможно разобрать. Какая скукотень. Я думал, сейчас прочитаю кучу имён и безумное количество эпитафий. Это склеп Вильяма или это общий, наверное, склеп Гордонов? Не пойму. Ну, ладно. Это явно мы не можем ничего с этим сделать, а здесь вот какой-то склеп. Один из склепов нашей семьи. Я даже не знаю, кто в нём похоронен. Жаль. А вот там Вильям или всё-таки нет? Вот, вот, главное. Львов, вон, надгробие. Вот он, Вильям Гордон. Ну что же, я посетил эту могилу. Должен сказать, что она выглядит очень красиво, особенно учитывая эту вот, вот эту свечу. Это очень-очень впечатляет. Это потрясающее надгробие. И должен сказать, что у нас рядом с городом на кладбище таких вещей, конечно, нет. Уильям навсегда упокоится в этой холодной могиле. Я узнаю правду, даже если мне придётся пройти для этого все круги ада. Ну, без проблем. Прожил сколько? Чуть меньше 80. Да, это... К сожалению, я должен признать, что это много. Что это много. Потому что, к сожалению, многие живут 60 и где-то с небольшим. По крайней мере, если говорить о мужчинах. Ладно, я могу заценить ещё один склеп. Причём я не знаю, кто это. Ну и ладно. Везде склепы, склепы, а там надгробие. Ну, собственно, почему бы и нет. Ну, я не знаю точно, куда я пойду. Поэтому посмотрим, куда меня занесёт нелёгкая. Только недолго. У меня полно работы. О, я могу теперь поговорить об отце Фредерике. Потрясающе. Это очень странно. Отец Фредерик уже вернулся? Нет, ещё не вернулся. Дорога из Виншира не близка. Его не будет до завтра. Завтра. Я хотел бы... Вы бы хотели зайти в церковь. Но мы уже обсудили это. Теперь идите. Мне нужно закончить это до заката. Уже семь часов. Мне нужно вернуться к главным воротам. Если Герман держит своё слово, там меня будет ждать его человек. Должно быть, вы человек доктора Германа, не так ли? Я не человек доктора Германа. Я просто иногда выполняю его поручения. Вы Сэм Гордон, не так ли? Я должен кое-что вам передать. Да, пожалуйста, дайте это мне. Почему бы и нет? В любом случае, мне всё равно, кто вы на самом деле. Я должен отдать свёрток тому, кто подойдёт к воротам в семь часов. А это моя работа заканчивается. Забирайте это. Мне пора идти. Постойте минуту. Вы Марк? Да, это я. А что? А Гарри сказал, что вы работали у нас в саду. Несколько раз. А в чём дело? Я хочу спросить вас о Вильяме Гордоне. Что вы можете рассказать мне о нём? Ничего. Я его едва знал. Я просто работал в саду. Я тороплюсь. Вам нужно ещё что-нибудь? Нет, спасибо. Хорошо. Ещё увидимся. До встречи. Надеюсь, я найду, что ищу. И Марк медленно, еле заметно выдвинулся куда-то в путь. Коробка. Что это за интересная коробочка, в самом-то деле? Я что, я просто взял её, что за пред? Здесь только часы и несколько безделушек. Да ладно, это прикольно. Теперь у меня есть часы, Вильям. Я открою их. Уильям сделал здесь какую-то пометку. Какую же пометку? Золотые карманные часы прекрасной ручной работы. Сказали бы, сколько времени. В моей забывчивой голове путь к ключу начинается в библиотеке, на моём рабочем столе, с варятом под голубым занавесом ненаписанных слов. Под голубым занавесом ненаписанных слов. Голубым. Наверное, это всё-таки связано с этим глобусом, который здесь и нарисован. Ну, это не глобус, а как-то... Ну, вот с этой хренью, короче, круглой. Ой, ладно, Невальна. Я больше ничего не могу ни о чём сказать. Золотые карманы. А жаль, жаль, что здесь нет ничего настолько интересного. Возможно, что-то есть в почтовом ящике. Здесь ничего нет. Да чтоб тебя трижды. Ладно, пошли исследовать библиотеку. Под чернилицей есть кнопка. Я попробую нажать её. Под чернилицей есть кнопка. Я попробую нажать её. Ну вот, я же говорил, что мы это исправим. Потайной шкафчик, оказывается, открылся. А я-то думал, что это было? Ай-ё. Какая-то коробка. Я возьму её. Ну, разумеется, коробка... О, чёрт! К сожалению, я знаю, что это. Модели планет Солнечной системы вырезаны из дерева. Мда. Это хреново. Это хреново, потому что их придётся ставить туда. А я, наверное, думаю, что это... Я, наверное, думаю, что это... Грёбанная загадка. Уж скорее всего. Тем более, что я не совсем понимаю, как разложены планеты. Черт Так Третья планета От солнца Это земля Где здесь земля Это вопрос Черт возьми Да Субтитры сделал DimaTorzok Вот так Ёшкин крот Надо же, получилось Честно говоря, я ни черта не понимаю В смысле расположения планет в Солнечной системе Но кое-как, где-то, как-то, да Некоторые вещи пришлось, конечно, подразобрать И да, я сделал сохранение, чтобы Ну-ка, короче, поехали А, это должно быть ключ Уильяма А-а-а, ты думал, что это не ключ Уильяма Да, он наверняка от башни Ключ от кабинета Уильяма в башне Дверь невозможно открыть Я оставил ключ Уильяма с другой стороны двери Должно быть, замок заело Черт возьми, гребанное место Скорее всего, оно даже очень опасно Я изо всех сил пытался сюда попасть И, честно говоря, я не... Как-то сказать... Не в восторге от результата В смысле, он неприятен Крышка заперта Все-то здесь заперто Так, шахматы? Нет, черной ладьи Э... И что? Черные ладьи... Хм... Крышка не сдвигается Крышка не сдвигается Правой кнопкой мышки ничего не могу Здесь, по-моему, тоже не могу, да Лажа... Куча каких-то загадок везде, блин А, пергаменты, пергаменты... Ээээ... Небольшой ящик Множество свитков и документов Но ни одного с почерком Уильяма Он, должно быть, где-то делал важные записи Но не здесь Что-что я взял? А, черную ладью, которой не хватает Черт, это плохо И что еще я взял? Ээээй Динь-динь-динь-динь-динь-динь Я понял, блин Ну, хорош уже Я как будто слышал эту мелодию раньше Я как будто не слышал ее даже сейчас Так, это не то, не то, не то, не то, не то, не то, не то Да, ничего здесь нет Ээээ... здесь ээээ... пергаменты Ммм... Несколько исписанных свитков Ничего полезного Разумеется Так, мелодия, наверное, меня пока не интересует Пока что... ээээ... что? Что? Небольшой нож? Какого черта? Ужас Я как будто слышал эту мелодию раньше Ммм... да А, погоди, ну на кой черт мне нож? Нож Так странно Секретер Сундук Странно Эээ... ну я, наверное, могу ножом порезать сундук Я не знаю, там, или... Или сундук, или... О, дверь! Я могу с помощью ножа выйти Попытаюсь открыть щеколду Удача Надо же Мне нужно тщательно осмотреть кабинет Уильяма Эй, ну... ну я же уже могу выйти, какого хрена? Ммм... Здесь ничего нет Моя мышка ничего не чувствует Моя третье чувство Третье чувство Интересно, а что такое третье чувство? Я их же по порядку-то не знаю Если есть какой-то порядок Эээ... черт Здесь один сплошной сундук И... массивный сундук Вот Что за бред? И одна только мелодия Вот это вот Так странно Ладно Не знаю Я, конечно, недостаточно много записал Но, пожалуй, хватит Потому что я ничего не понимаю И как раз у меня будет возможность что-то понять Перед следующей серией Поэтому давайте до встречи И бай-бай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!